В Красноярске в рамках подготовки к зимней универсиаде 2019 построят две ледовые арены, появятся новые дороги и развязки. Планируется реконструкция спортивных и медицинских объектов. Всего на подготовку к всемирным студенческим играм планируют потратить 40 миллиардов рублей. Универсиада в Красноярске должна стать не только ярким этапом развития всего мирового студенческого спорта, но и поворотной точкой в развитии города. Подготовка к зимней универсиаде 2019 года идет полным ходом. К началу всемирных студенческих игр Красноярск должен преобразиться. В городе появятся новые автомобильные дороги, развязки и, конечно же, построят новые спортивные объекты, а уже существующие будут реконструированы. Полный список объектов универсиады уже утвержден. В Красноярске построят две новые ледовые арены в Свердловском и Советском районах. На территории СФУ появится жилой комплекс «Университетский». Также на территории университета разместятся медицинский центр и вертолетная площадка санитарного авиатранспорта. Что касается транспортной инфраструктуры, то в Красноярске появятся две новые автомобильные дороги в Центральном и Октябрьском районах и одна новая развязка в микрорайоне «Тихие зори» в Свердловском районе. Всего на подготовку к универсиаде 2019 планируют потратить 40 миллиардов рублей. Источник финансирования на 80% федеральный бюджет – 20 краевой. Деньги на проектирование спортивных объектов в федеральном бюджете уже зарезервированы. 604 миллиона – это на проектирование всех объектов спорта. То есть в том числе основной, конечно, забирают ледовые арены, потому что в городе Красноярске такого опыта нет. Ледовая арена должны быть и функциональными, и они должны украшать город. И самое главное, что они должны быть многофункциональными, потому что мы предполагаем, что там должны заниматься и профессионалы, и там должно быть многофункциональное помещение для жителей города. Помимо списка объектов универсиады на сегодняшний день сформирована структура управления. На уровне края и федерации готовится мастер-план всемирных студенческих игр. В него войдут основные стратегические задачи и сроки выполнения. К примеру, будут обозначены необходимое количество волонтеров, гостиниц, вопросы безопасности. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора края Виктора Толоконского началась работа по подготовке тех заданий и документации, чтобы отобрать проектировщиков важнейших объектов универсиады. На сегодняшний день ведется подготовка технических заданий. Скажу честно, она подготовлена, эта работа завершена. Мы ведем согласование со всеми заинтересованными службами. Не позже конца сентября мы рассчитываем на то, что первые объекты будут выставлены на аукцион, точнее, извините за не точность, на конкурс, и мы будем иметь в ближайшее время наших партнеров, которые будут проектировать те строки, которые мы обозначили. При подготовке к универсиаде планируют задействовать не только краевой и сибирский ресурс партнеров и специалистов. К примеру, планируется привлекать специалистов из Казани и Сочи. Главная цель, чтобы универсиада 2019 в Красноярске стала не только ярким этапом в развитии всего мирового студенческого спорта, но и поворотной точкой в развитии Красноярска. Я считаю, что это лучшее, что может случиться с городом. Работа в Казани на универсиаде в 2013 году, просто, знаете, впечатление было такое, что весь город просто сиял отчасти. Он был чистый, ухоженный, и все люди были с улыбкой на лице. Было просто приятно там находиться. Я хочу, чтобы наш город стал таким же. Проектную работу универсиады планируют завершить к лету 2015 года, чтобы с началом строительного сезона уже началась работа на площадках. Ирина Коневец, Александр Еммошенко, Новости.